Я рос в городе Самарканде, где мы все должны были, не было такого выхода, идти в советскую школу. А после советской школы у нас был хейдер, которым мы занимались. В классе, в котором я занимался, было таких три мальчика. Это я, Рома Ковецкий, который сейчас живет в Израиле, в Дайбраке, занимается космическими программами Израиля. Хабатник, наш человек. И Лозик Галерик, который сейчас живет в Австралии, в Мальмурнии, он заведует организацией «Ковецкий». И вот, как-то в один из, ну, все, что мы знали про Любавич, мы, конечно, знали по рассказам наших родителей, наших стариков. А что мы знали, ну, это все, конечно, мы, как бы, фокусировали на том, что мы своими глазами видели. То есть у нас мощь, это, значит, армия, танки, ракеты, значит, там, власть, это трибуна, это приветствие. Ну, значит, здесь есть, у них вот есть такой человек, у них есть Сталин, у них Красная площадь, а у нас есть Рэбе, у нас есть наш парад, наш Ахасидут. Вот. И вот в один прекрасный день у нас была такая школа номер 21. Ее в Узбекистане сейчас очень берегут, потому что в этой школе занимался президент Узбекистана Каримов. То есть он кончал школу в тот самый год, когда я пришел в школу. В 1953 году я пришел в школу, в этом же году он кончал, поэтому я его немножко помню. И там была такая линейка, где мы, первоклассники, давали подарки стеклассникам, которые уходили из школы. Вот. Но в этой школе занимался и мой брат, и мои, знали нас очень хорошо. Вот. И у нас была такая двухэтажная школа, сейчас она стала как памятник, там у нее все облицевали мрамором, потому что Каримов там учился, президент Узбекистана. Ну и вот мы, там была двухэтажная школа, на каждом, в коридоре, на каждом этаже висели все карты Республик Советского Союза. А на лестнице висел большой-большой портрет Сталина, который лежал на руках девочку-узбечку. А так вот выглядела эта вот школа. Ну и, конечно, красные знамена, плакаты, все понятно. И вот, как-то на перемене я смотрю, что Лозикаревик, он ищет что-то на этой карте. На одной, на второй, на второй, что-то ищет, и он говорит, я ищу город Любавич. Ну такая вещь, кто-то даже не подумал. Действительно, где город Любавич? Ну и у нас было такое представление. Ну есть, например, у них там самый главный город Москва. Это большая красная такая звезда на карте. Значит, там, где Ребе, там должна быть звезда намного больше. Любавич должна быть, что-то такое Москва. Деревня Любавич, это там учился дедушка, и все наши знакомые старики, и все рассказывали только много историй про Ребе. И там, конечно, вот такая большая звезда. А ничего не можно найти. Ну, мы уже подключились к этим поискам, прошли всю Украину, Белоруссию, Россию. Нету Любавича. Мы решили остаться после занятий, вытащили парту из одного класса, поставили к стене, под картой, и забрались на эту парту, для того, чтобы легче, лучше увидеться. Ну, смотрим, смотрим. В это время у нас жил такой, в самой школе, я забыл, как его звать, был учитель географии. Он был инвалид войны, летчик бывший. И он жил при школе. У нас был авиационный кружок, он его тоже возглавлял. И он был без ноги, кажется. Не кажется точно. И вот он выходит в коридор, видите, что-то мы там ищем. Так он спрашивает, у нас, скажите, пожалуйста, дети, а что вы ищете? Ну, сначала мы хотели говорить, а потом, о чем нам срывать. Мы говорим, вот у нас там жили наши родители, все жили в городе Любовичи. Вот мы ищем этот город, и можем найти. Он говорит, а какой это город? Ну, это, ну, что-то больше Москвы, наверное, такой самый большой город. Он говорит, давайте вместе поищем. Он говорит, знаете что, у нас в библиотеке есть адрес. В адрес намного более подробно. Давайте вместе спустимся в библиотеку, я открою, и посмотрим этот адрес. Может, в адрес мы найдем. Спустились, нашли этот адрес, начали искать на этом адресе, и нашли такая точка, такая маленькая, написано Любович. В адресе всегда внизу пишется, если там, например, есть военные заводы, если есть там какой-нибудь, ну, шахты. Об этом все рассказывается в адресе, как промышленные, сколько жителей, и так далее, и так далее. Здесь ничего не написано. Точка, написано любая вещь, и все, и больше ничего. Ну, мы уже не расстроены. Он видел, что мы расстроены, говорит, смотрите, ребят, я вам что-то скажу, но вы никому не передавайте. Да, что такое? Понимаете, говорит, у нас в Советском Союзе есть места, где об этом не очень распространяется. Если, например, там есть какой-то авиационный военный завод, или там ракетостроение, и что-то там родит, об этом, для того, чтобы запутать врага, мы об этом не пишем. Видимо, там есть что-то такое, что об этом не хотят писать, поэтому, значит, вот так вот ничего не пишут. А, так, ну, понятно. Все, спасибо большое, мы пошли домой. А после, как я рассказывал, что после школы мы занимались с Рэбой. У нас был такой Рэб Шмул Нодуль, который занимался тоже в свое время в Любавичах, который был смелым человеком, что он взял на себя миссию, что учить детей. В то время за это дело, чтобы было здорово получиться. Он был в очках, у них два брата были, Рэб Шмул, Рэб Мэндл Нодуль. Рэб Шмул ничего не видел. У него были очки, что там минус 15. Рэб Мэндл ничего не слышал. Но они тоже были такие, очень религиозные люди. И мы пришли к Рэб Шмулу, говорили, Рэб Шмул, давай, рассказывай, что было в Любавичах. Он не понимал, что вы ходите на суть. Говорили, а еще его. Да, еще его учились, там учились. А вот, давай, рассказывай, рассказывай, что там еще там. Он не понимал, какие там были шахты, какие там были военные заводы. Говорили, конечно, в чем дело, расскажите. Мы расскажем, что мы в школе, карта, учитель географии. Он нам сказал, наверное, есть там что-то такое, что они хотят об этом говорить. Наверное, там это есть. И поэтому нет его на карте. Он говорит, а-а-а, я понял. Ребята, я расскажу, правда, там были большие-большие золотые копья, шахты, золото. Мы же уже были ученые, может, там было по 8-9 лет. Я спрашиваю, Рэб Шмул, а что это было? Это надо было, это шахты, это под землей, там была река. Мы же все знаем уже, иногда песок такой золотой, это все. Он говорит, нет, говорит, это ведь. Прямо во дворе в ящеве валялось куски золота, наш там слитки. Говорю, что вы, так что вы, это самое, если надо было собрать эти все дела, забрать эти все золотые деньги, тогда вы бы были миллионером, вы бы всю жизнь ни в чем не нуждались. Что мне? Он начал плакать и говорит, мы не понимали, мы не понимали, что это золото. Мы понимали, что это надо собирать. Ну, вот были такие, которые собрали. Слава Богу, вы на всю жизнь собрали. Вот. Ну, ребята, я вам сказал правду. Это между нами, чтобы это был секрет, скажем, ну, что это? Ну, люди взрослые, никто никогда ничего не будет рассказывать. Мы это будем знать, что оказывается, в любавящих это было вот россыпи золотые. Можно было собрать, можно было напомнить, были все карманы. Те, кто знал, это я собрал, и на всю жизнь упадало. Вот так мы узнали всю правду про любавчика.